Дорогие участники сегодняшнего вечера, дорогие гости, сегодня мы отмечаем в рамках декады родных языков, мы отмечаем, отмечаем День Агынского Языка. Аплодисменты. Всех наших участников и гостей приветствует этнофольклорный ансамбль Налгунча, руководитель Антуанета Абрамова, приветственный номер Балдача Турэму. Слова Андрея Кривошапкина, мелодия Василия Захарова. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Я всегда радуюсь за то, чтобы люди не делились на диалекты, не делились на говоры, а то у нас иногда такое происходит очень странное. Это мы испекали со своей женой Светланой на себе, когда нам говорили, вы говорите не на том диалекте, мы так не говорим, мы так не делаем, а сами при этом не знают родного языка. Когда им учишь родной язык, и еще они говорят, что это не ихний говор, не их недели, это меня очень сильно обижает. Мы не должны делиться, мы должны говорить все на ямецком языке на том, который у нас существует. Я призываю к этому. И еще действительно проводятся различные мероприятия, проводятся различные конференции, где мы говорим о будущем наших народов, о том, как мы должны жить, как сохранить наше оленеводство, как сохранить наших оленей, как заниматься своими национальными традиционными промыслами. И это все делается, но на местах действительно очень трудно. Трудно, потому что я вот очень долго, ну с весны я где-то до декабря месяца, до ноября месяца жил в Березовке, среди Николымского урса. Видел, как там живут, как хотят сохранить свой язык, как хотят сохранить оленеводство, хотя там оленеводство тоже приходит в упадок. Вот делают люди, что-то стараются делать, но иногда силы не хватает, потому что сейчас, в нынешнее наше время, все решают пресловатые деньги. Будут деньги, будет жизнь, как бы так. Потому что там продукты питания даже на северных улусах очень дорогие, 3-4 раза дороже, чем в городе Якутске. И поэтому люди действительно там только выживают. Но не надо только говорить о том, что они пропадают, это нельзя, потому что там жизнь продолжается, и действительно сохранились, свой язык сохранились, свою культуру. И это очень хорошо. Поэтому я вас призываю, всех присутствующих, действительно, сегодня мы пришли именно на день республики, на который день родного языка, евенского языка. И мы должны сегодня услышать евенские песни, евенские стихи, и это очень будет прекрасно. Я желаю вам просветания, чтобы в вашей жизни всегда было счастье, чтобы в доме, в ваших семьях был мир, благополучие. И главное, я вам всем желаю еще раз, желаю, чтобы все были здоровы. Будет здоровье, будет все. Спасибо. Спасибо. Здорово, Диалков. Би-кар-гу Андрей, ти-эм-нэ-м-а-по-свадец. Он гонгим. Ил-э-й-рэм-даврит. Я би-а-п-мо-м. Михаил гонг-э-ол-т-голи. Я... Давайте дальше на русском скажу. Я сюда зашел. Зовут меня Соржа Андрей, я с Аркутского района, да, занимаюсь оленевостом. Я зашел сюда случайно с Михаилом встретиться со своим братом. И он сказал, зайди, раз выключение будет. Я рад, что у вас имеется союз ревенов, да, вы сплощенные, работаете в одном направлении. Сохранить язык, традиции, да. Но я сюда приехал тоже... Я занимаюсь оленеводством. И буквально с 2006 года создал общину. У нас было всего 90 голов. И потихонечку... Несколько раз туда приезжал, по его фон, перегонял оленей. Три года подряд. И на сегодняшний день у нас осталось... Ну, 500 голов, более 500 голов. Я... К чему говорю? Я готовлюсь... Рано или поздно, все равно мы уйдем. Мы уйдем, да. Старики нам оставили оленей. Мы должны их сохранить, передать. Через много лет все равно придет время, мы тоже уйдем. Но встреча с стариками... Что я скажу старикам? Там, Антон Сейтин. Куда я дел оленей? Поэтому я хочу оставить оленей тому, кто хочет пости оленей. Сохранить. Я думаю, что будет оленей, будет язык. В последние дни... ...этипи, эле сынала Антолию Платоновичу... Сынала эле, эле би гад Лахмен гад Лаи, Антолию Платоновичу... Эмне Антолию Платоновичу. Здорово. Репрезентация Гарадилиэн тгі, адеканэшмен твулі в Птяндибжігіну, гімдекунголе. Эвадич. Буду переводит, да? Какие-то эти... Эвадич... Корректор А.Кулакова Омнекан, аганжо Гарба, вролала бисин дейентки, тарашиды в рунах за би, омн кума, джонтова тангю, нучитыш в Гурчаван. Таравда тангри де би, джонка птев. Добнян, нам нам кам, бидым, манимам, кааа бисин, би дукурпу, ядин, синг-унима кам. Это не ты писал, это ты откуда-то списал. Мне стало обидно тогда, и я подумал, я все равно стану поэтом. Все равно было писать. Вот представьте себе, десятилетний ребенок хочет стать поэтом. Желание такое было. Ну, я, естественно, учился в русской школе, в среднеэкономической средней школе. Я закончил среднюю, ну, среднеэкономическую среднюю школу, учился в русском классе, и поэтому я в основном писал на русском языке. Ну, не основном, а все время свои стихи. В детстве писал на русском языке. И после школы я принес подборку своих русских стихов. Такая общая тетрадь была. Я принес отцу, отец его прочитал и, ну, похвалил, что я пишу. Не сказал, что хорошие или плохие стихи. Он просто сказал, ты, сын еврейского поэта, ну, научись хотя бы писать по-якутски. И вот представьте, после 10-го класса, после школы я сел за якутский язык. И вот тогда мне отец подарил сборник стихов Семёна Данилова. И сказал, вот, прочитаем, узнаем, как пишут стихи на якутском языке. Я после 10-го класса нашел какие-то буквари и словари на русском языке и научился читать, писать на якутском языке. Ну, а когда учился уже в институте в Улан-Удэ, я принес подборку стихов на якутском языке. Отец похвалил, молодец сказал, а сейчас научись писать по-якутски. Вот таким способом он меня заставил полюбить родной язык, якутский язык. Я научился писать, читать на якутском языке и, к сожалению, мои якутские стихи отец уже не отценил, потому что его уже не было среди нас. Но я много говорить не буду, я вам сейчас прочитаю свои стихи на якутском языке. Ай Макандал Диди. Анатолий Платонович прочитает свои стихи. Но прежде я бы хотела обратить наше внимание вот на этот стеллаж, который находится справа. Это вот все произведения нашего Анатолия Платоновича. Ведь он пишет, вот как уже и сказал, он пишет не только на родном ивэнском языке, он пишет на русском языке, он пишет на якутском языке. У него есть данные сборники стихов, его песни вошли в сборник песен, у него есть рассказы, повести и так далее. И кто не знаком, вот можете ознакомиться с книгами. Гай Анатолий Платонович, Ай Маканд и такнивус Доктига. Одной книги нету, я его так и не нашел. Аммоделья Вабьерти, продолжу полет отца, сборник стихов у меня пришел тогда. Ну, дома я не нашел, поэтому и нету. А так библиотеки можно... Очень известная книга, но в фондах национальной библиотеки имеется все, да? И кто желает, может познакомиться с этими книгами. В электронном варианте тоже можно заказывать, читать эти книги. Гай Анатолий. В их проекте, послужbrandя, потому чтоabe, что olmas в llegar. Аммоделья Вабьерти, голубые пыли и ослабить, В реструн alltid урок. Чаупа не аналенка, ни зеркань бетелька. Игентión меалу окоррррррррррррррррррррррррр. Модаки ягун карррр. Айункун, ягнеллкаррррррррр. Их мы любили, когда мы готовы уехать, и мы хотим, чтобы мы могли бы помнить, что мы хотим. Вы уже думаете, что у вас есть первые две школы. Амарлакан кунгал нян там джин, татук флешмобла кунгал. Флешмобла и так дикболика лечу я. Амин джонтур устала, амин кунгал джин, джуган джин, нян ирек джонтур. Я дикболика. Мен джугули. Мен джугули. Амин ауду у мэтал джин, амин кен хоретт. Бенилей у ечу метт. Дюляске у ечу етт. Торенней гонам тебе. Меркетчей амарин би. Несу джунгул джунгкан бенил депки гиркална. Мен джунгул 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 джунгул. Торенний гон кандок чаю джунгул хуа. Бегунду гондыгу, айявун бейлду, он бекис, теме юргюмерен, ятарак, айудис, но это мои мысли будущего языка. Это были стихи о родном родине. Ну, и последний стиль, который я сейчас прочитаю, потом я вам еще хочу спеть на гитару. Ну, пожелание у меня такое. Это были стихи о родном родине. Это были стихи о родном родине. Так. Прекрасные стихи, да? И у него очень-очень много стихов таких о родине, о любви к своему родному краю, да? Есть размышления также о жизни народа, да? Он пишет также о любви, о счастье. В общем, очень-очень много таких вот красивых эвэнских стихотворений. Но также Анатолий Платонович, как истинный эвэн, настоящий эвэн, с настоящим эвэнским сердцем, он всегда говорит о том, что мы должны сберечь наш родной язык. Вот я очень давно, мы с Анатолием Платоновичем, в 90-е годы начинали свою профессиональную преподавательскую деятельность в Нижнеколымском районе, далекие 90-е годы, в Нижнеколымском колледже народов севера, так же, как и Светлана Павловна Хабаровская. И с тех пор мы знаем друг друга, да? Вместе, можно сказать, и вот буквально, когда был создан Союз Эвэнов Республики Сахая-Кутия, когда на последнем съезде избрали Анатолия Платоновича председателем Союза Эвэнов, с тех пор мы являемся соратниками, коллегами по общественной деятельности. И я вот знаю, что Анатолий Платонович так же много пишет о родном языке в том числе, и я бы сейчас попросила прочитать стихотворение о родном языке. История этого стиха очень интересная. Когда-то, когда я делал Галерий Платонович, объявили пришло, и попросили написать стихи на аренском языке. Ди эвэн бэйнэн, эвэдич тээрэдэй айавра. Ди эвэн бэйнэн, хопчэнэй мэрбэгэй эстэрэм. Эвэдэй тээрэмэн, унтапки урэчэн чонэрэм. Эвэдикээвэн, мэрбэгэй бэйнэн оммара. Инэн тэр бисэвэн, хэнтэбэй дэхадан мэрчэнээм. Инэн тэр икэй ийнэвэн, хопчэнэкэн мэртэнду анэрэм. Инэн тэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Сильвия любит его инду, как его и ночью. Субтитры подогнали Симон. 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 Вашу культуру, которые принесли этот язык через столетия, ведь мы живем в самых суровых слоях на Земле. И надо от них из тех людей, которые именно покорились этот северный край. И дальше перевод на русский язык, извиняюсь, лаванский язык. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!